Потому что я сейчас по дороге, мне сказали, что один высокопоставленный врач заявление сделал совсем недавно, буквально несколько дней назад, что оказывается, каждый человек для пользы здоровья должен выпивать 100 грамм, 40 грамм вина. А я, говорит, вообще водку пью или коньяк понемножку. И считаю, что это очень полезно для здоровья. Вот из этих дубовей, простите меня за выражение, мы и страдаем сейчас. Я вот сейчас кушал сожданного вместе обеду Владимира Георгиевича. И он мне объяснял вот эти все вещи. Как маленькие дозы спиртного постепенно человека калечат и делают из него деграданты. И мы сейчас не можем всей страной взять и принять эту концепцию, что надо отказываться от такой жизни. Потому что многие люди не понимают этого. И они занимают достаточно высокие положения в обществе. Понимаете? Люди не понимают, что спиртное это наркотик. Это наркотик. Ну вот, допустим, каждый человек должен понемножку употреблять героин. Маленьких дозах для здоровья. Героинчик раз, укололся и хорошо, без здоровья. И это объясняет, что любой наркотик, он привязывает человека к духам. Когда человек привязывается к духам, то он, его психика, он в духе съедает разом человека. То есть он не перестает различать, что хорошо, что плохо. И он перестает работать совесть. Он бессовестным становится. Вы заметили, человек выпивает, начинает становится бессовестным. Есть такие у вас сведения или нет? Есть. Вот об этом речь идет. Понимаете? Речь не идет о физическом здоровье. Конечно же, спиртное расширяет сосуды, улучшает кровообращение, там, все прочее. Об этом не идет речь. Речь идет о том, что оно делает с разумом человек. Что человек духами становится одержимым. А эти духи и держат его. Смотрите, что они делают. Они счастье у человека, ему дают счастье взамен на привязанность к себе. Такие духи называются веселящими. То есть человек не испытывает счастья в жизни, допустим. Дух ему дает счастье, хорошее настроение взамен на то, что тот становится зависим от него, от этого духа. Вас устраивает такая жизнь? Быть зависимым от духа. Не очень? Тогда выбирайте. Или по 40 мл вина каждый день для здоровья, или шелеветь мозгами. И думать, как жить дальше все-таки. Стоит нам эти концепции принимать или нет? Даже вот мы ругаем Соединенные Штаты Америки. Там во многих штатах приняли сухой закон уже давно. Там не дураки же люди, да? Так? Я, допустим, лекции в Лос-Анджелесе читал. Там курить нельзя. В ресторанах, в кафе, на улице. Нельзя в машине, если тебя люди заштрафуют. На работе нельзя курить нигде. Вот. Вот о том, как ты можешь курить, в принципе. Но если на работе узнают, что ты куришь, тебя выгонят с работы. Потому что я не считаю, что человек начал курить, значит перспективы нет. Больной курит вскоре. Вот это реальность. Я был в Лос-Анджелесе, это реальность этой страны. Люди почти не курят. А у нас везде этот, с Мальборо висит этот, такой, в котором уже умер от рака. Или умрет скоро. Ну, он раком заболел, это официальный факт. Раком, легкий там, ничего под курением. Но он при этом крутой такой там, на коне. Понимаете, вот это вот наша жизнь, реальность, которую мы должны знать. Что не все мы глубоко поняли в этой жизни. И культура, в которой мы сейчас живем с вами, она не способствует часто этому глубокому пониманию. Потому что бизнес стал выше нравственности, зачастую. Понимаете, это страшно. Поэтому мы должны изучать, как правильно жить. Мы не должны покупаться на эту рекламу, на все это. Не всегда нам поможет.